Начнем с новостей в мире. Группа Фабрицио Карбона из Федеральной политехнической школы Лозана разработала экспериментальный метод, позволяющий заснять свет одновременно в виде волны и потока частиц, фотонов. Эксперимент показывает, что мы впервые научились напрямую снимать квантовую механику со всеми ее парадоксальными свойствами, заявил Карбона. Данное открытие окажется полезным для квантовых компьютеров. В России замену для громоздких рентгеновских трубок, которые используются в медицинских аппаратах, создают ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Ученые изучают сильные электрические поля, которые под воздействием лазера генерируют кристалл необатолития. При определенных примесях, благодаря некоторым свойствам кристалла, эти поля позволяют получить рентгеновские лучи. И в Татарстане. В набережной Челнинском институте КПУ прошла 29-я международная олимпиада по программированию учетно-аналитических задач. Эта ежегодная олимпиада проводится среди студентов вузов и СУЗов. Каждый год в их число неизменно входят студенты набережных Челнов, Казани, а также близлежащих городов и регионов. Олимпиада дает возможность проверить свои знания, получить бесценный опыт и достойно представлять родной вуз. Главный приз олимпиады – поездка в Европу. А на этом у меня все. Субтитры создавал DimaTorzok